Добрый день, уважаемые коллеги, это обзор компании TIC Minus, имя Артур Идиатулев. Китайский народный банк снизил однолетнюю ставку по кредитам, и это произошло уже второй месяц подряд, шагая вслед за остальными центральными банками, хоть и более медленным темпом. А ЕЦБ и ФРС смягчили кредитные условия в сентябре, вынуждая другие крупные центральные банки последовать их примеру, так как в условиях торговой напряженности снижение ставок без видимых рисков рецессии, по сути, является такой конкурентной девальвацией национальных валют для поддержания экспортной активности, это очевидно. Это как бы пример протекционизма, но уже от центральных банков. а не правительств. Понизив ставку на 25 базовых пунктов с результатом голосования 7 против 3, произвел сигнал, что больше не собирается удовлетворять прихоти рынков, то есть не собирается быть позади кривой доходности. Ни один из чиновников не ожидает дальнейших сокращений ставки ни в этом году, ни в следующем. Как и ожидались, были разговоры о ставке РИПО, о рынке РИПО, об недавно произошедшем инциденте на этом рынке. Однако ПАО заверил, что все под полным контролем и нет причин для волнения. Это было действительно случайное совпадение резких таких факторов спроса. Однако недоумение вызвало комментарий главы ФРС ПАО о необходимости органического роста активов на балансе, то есть низкие избыточные резервы коммерческих банков на балансе ФРС все-таки беспокоят чиновников. То есть есть опасения потери контроля над денежными процентными ставками, ставками на денежном рынке. И сигнал о том, что будет происходить какой-то органический рост активов на балансе, это какой-нибудь сигнал о количественном смягчении и как следствие давления на доллар. Для китайского центрального банка координация действий с мерыми ЦБ является только частью задач, небольшой причем монетарная политика также призвана корректировать траекторию роста китайской экономики, которая, как ожидается, приблизится к нижней границе целевого диапазона в 6-6,5%. Прайм-ставка по кредитам, о которых мы говорим, была снижена на 5 базовых пунктов, 5 не сюда, 4,2%. Второй раз за месяц, буквально через несколько дней после того, как вступило в силу очередное снижение нормы резервирования для банков, излюбленный инструмент Народного банка Китая. Таким образом, китайский ЦБ выбирает через небольших, но адресных мер взамен размахивания кувалдой основной денежной ставки. Надеюсь, что это ограничит высокорискованные инвестиции и, конечно же, перегрев на рынке недвижимости. Вот если посмотреть на график слева, можно видеть, что основным инструментом как раз таки является норма резервирования. С начала 2014 года примерно и по 2019 год сокращение нормы резервирования составило 7%, с 20% до 13%. Стоит также отметить, что Китай в отличие от Запада не пытается определить ставки на денежном рынке, то есть для других агентов, для коммерческих банков, для других финансовых институтов, и как бы пытаться их удерживать в каком-то коридоре посредством депозитных кредитных операций, как это делает ФРС, посредством репо, посредством количественного смягчения, посредством предоставления займов или, наоборот, взятие депозитов, приема депозитов у банков. И поэтому денежные ставки на рынок Китая могут отличаться высокой волатильностью, что как бы и происходит. Однако Народный банк Китая это не особо волнует, так как он стремится напрямую воздействовать на объемы кредитования банков, устанавливая их через норму обязательных резервов. Это может являться как раз таки примером преимущества, которое имеет административный контроль Китая над рыночным равновесием, над парадигмой рыночного равновесия. В конечном итоге это административно-командная экономика с рыночными элементами. И, как известно, максимальный объем кредитования в экономике как раз таки ограничен денежной базой, то есть банкноты плюс резервы банков умножены на специальный коэффициент, который составляет 1 делить на норму резервирования. Так, например, если норма модерирования составляет 20%, то коэффициент у нас составляет 1 делить на 0,25, и поэтому максимальный объем кредитования в экономике как раз составляет денежная база умножить на коэффициент в размере 5. Толчок от экономической активности, от понижения прайм ставки, который мы говорим, как ожидается, будет скромным. Клиенты банков в лучшем случае, то есть наиболее надежные клиенты банков получат сокращение ставки по кредитам в размере всего лишь 11 базовых пунктов, это совсем ничего, это более чем в 2 раза меньше, чем предложил ФРС в среду, сократив ставку на 25 базовых пунктов, а 5-летняя ставка по кредитам в Китае, которая используется как бенчмарк ипотечной ставки, осталась без изменений на уровне 4,8%. Эксперименты со второстепенными ставками в Китае показывают, что центральный банк остается открытым к идее продолжения денежной экспансии, но пока что его удерживают, сдерживают его напор, риски перегрева цен на отдельных рынках, они сейчас перевешивают благотворный эффект на экономическую активность, все-таки стимулирующая политика Китае преимущественно концентрируются на фискальных мерах, самыми амбициозными, самыми крупными из которых явились снижение налогов, а также послабление в плане выпуска муниципальными правительствами облигаций бандов со специальной целью. И специальной целью, естественно, являются какие-то инфраструктурные проекты. На сегодня у меня все, спасибо за ваше внимание, увидимся с вами в понедельник.